Всем привет, друзья! С вами Олеся. И вчера я делала небольшой стрим, в котором мы говорили про все новые правила в Италии на февраль 2022 года, про гринпасс, карантин, красную зону, оставлю ссылку. А сегодня я хочу поговорить про изменения для путешественников в Европу и в Италию с 1 февраля, что известно на данный момент. Я пущу видео, которое я записывала в декабре 2021 года. Там у меня были записи, я где-то гуляла, но в какое-то отдельное видео это не смонтировала. Так что запущу такой видеоряд и расскажу вам, что я знаю на данный момент, что же у нас меняется в части путешествий в Европу и в Италию. Ну, во-первых, случилось то, чего мы все ждали целых два года. И Евросоюз, и ВОЗ рекомендовали снимать ограничения на путешествия, которые действовали в Европе, да и во всем мире в 2020-2021 году из-за пандемии коронавируса. Ну вот давайте посмотрим, что конкретно у нас тут изменилось с 1 февраля. Была главная новость, на которую сейчас возлагаются большие надежды. Совет ЕС принял новые правила для туристов, въезжающих в страны Евросоюза. Что нужно о них знать? Учитывая значительный рост тех, кто привился уже от коронавируса или уже и переболел, в любом случае они получили цифровой грин-пасс, цифровой сертификат, зеленый пропуск по всем правилам Евросоюза. В общем, Совет ЕС согласовал теперь новые рекомендации для путешественников, въезжающих в страны ЕС. Теперь нужно принимать во внимание не страну, из которой приезжает человек, а наличие у него оснований для въезда. И вот с 1 февраля 2022 года по рекомендации ЕС главными основаниями для въезда в страны должны стать 1. Сертификаты вакцинации от коронавируса вакциной, одобренной Европейской медицинской комиссией, но чтобы после прививки прошло не менее 14 дней и не более 270 дней после второй дозы. Или можно будет въезжать, если путешественник поставил себе третью бустерную дозу. Второй вариант, что вы предъявляете отрицательный результат ПЦР-теста, который сделали не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы, или отрицательный результат экспресс-теста на антиген не позднее 24 часов. Или третий вариант, справка о выздоровлении от коронавируса и с датой первого положительного теста должно пройти не более 180 дней. Эти основания должны быть оформлены документально в виде цифровых сертификатов, принятых в Евросоюзе. И если у туриста нет такого сертификата, то могут обязать пройти ПЦР-тест или экспресс-тестирование в течение суток до или после прибытия в ЕС. Эти требования не должны распространяться на следующей категории иностранцев. Это люди с особым статусом, медработники, дипломаты, сезонные работники, исследователи в области здравоохранения и другие. Также люди, которые каждый день или каждую неделю пересекают границу по дороге на работу и домой, и дети до 12 лет. Вот эти рекомендации Совета ЕС были опубликованы, но на сегодняшний день они не являются обязательными для отдельных стран. Страны Евросоюза должны самостоятельно принимать решения по внедрению этих рекомендаций. При этом, при всем, остается в действии перечни стран с высоким темпом распространения коронавируса, из которых въезд в Евросоюз все так же будет ограничен. Что изменилось для туристов с 1 февраля в Италии? С 1 февраля для въезда в Италию из стран Евросоюза будет достаточно иметь грин-пасс, как у нас тут говорят, базового образца. То есть сертификат европейского образца, который дают, если вы там болели, привились или сдали тест. И дополнительные всякие тесты для туристов из ЕС больше не нужны. И вот эта норма будет действовать до 15 марта. Оказавшиеся в стране иностранцы все равно должны соблюдать все правила, которые действуют сейчас на территории ЕС. И тут наступает противоречие. Для того, чтобы въехать в Италию, достаточно теста, грин-пасс после теста, у нас называется это базовый, а для того, чтобы заселиться в отель, нужен грин-пасс, уже такой супер-грин-пасс, который выдается после того, как ты там вакцинировался вакциной, принятой в Италии и там на территории Евросоюза, или ты выздоровел, и у них там сроки ограничения, короче, другие не такие, как во всем Евросоюзе. В общем, тут начинается каша. Сейчас все отельеры собираются, кучкуются в группы и начинают протестовать против этого, доводить свою позицию до правительства, что давайте-ка это все мы приведем к общему знаменателю. Давайте мы вот эту вот ерунду отменим. Что это такое? Приехал ты в страну с тестом, и ты заселиться никуда не сможешь, потому что у тебя нет вакцины. Там Pfizer или Moderna, которые здесь приняты. Ты, например, там, не знаю, спутником вакцинировался, китайской какой-то вакцины, и что тебе дальше делать? Что за ерунда? Тут все отели пострадали от этой эпидемии и так, и вот сейчас новая неразбериха. Ну сколько уже можно вот этой вот ерундой заниматься? Вот поэтому пока вот так будем смотреть, что будет меняться дальше. Кроме этого, сейчас еще расширен в Италии туристический коридор, и туда добавилось шесть направлений. Куба, Сингапур, Турция, Таиланд, только Пхукет, и также Аманы, французская Полинезия. До сих пор этот коридор действовал только Арубы, Мальдив, Маврики, Сейшел, Доминиканской республики, и Египта, зона Шарм-эль-Шейха и Марсалама. Вот эта функция, туристический коридор, при наличии справок о вакцинации или выздоровлении, она освобождала путешественников от карантина. И при этом, правда, нужно было все-таки сдать тест за 48 часов до поездки или в течение 48 часов после возвращения. Список Е в Италии все еще действует. То есть то, что мы проговорили, это все касалось туристов ЕС, туристов из ЕС и туристический коридор. А что такое список Е? Е. Это список стран, в которых, как бы, стран высокого риска, да, они тут называются по заболеваемости. В общем, из этих стран въехать в Италию спокойно, свободно не получится. И на данный момент туда входит и Россия, и Белоруссия, и ездить туда и возвращаться из этих стран можно только в случае, если вы попадаете в категорию исключений. То есть по вопросам здоровья, работы, учебы, крайней необходимости, чтобы вернуться на место проживания или приехать к своему партнеру, с которым вас связывают серьезные, там, глубокие эмоциональные отношения. Но если вы не попадаете в категорию исключений, что же делать? На данный момент законно въехать в Италию вы сможете, но только в том случае, если вы провели 14 и больше дней в тех странах, въезд из которых в Италию разрешен. Ну вот как-то так, друзья. При этом на въезде необходимо предъявлять обязательно форму ДПЛФ, отрицательный результат теста на корону, короче, могут там в некоторых случаях отправить на карантин, смотря с какой страны там въезжаете. В общем, это все, вот эта каша до сих пор продолжается. Что же изменилось для туристов из России и Белоруссии? А вот фактически с 1 февраля ничего и не изменилось. Как были Россия и Беларусь в списке Е итальянском, так и остались. Есть ряд стран ЕС, которые принимали наших туристов в 2021 году. Ну туда вот так и можно въехать сейчас, да. Но несмотря на общие рекомендации Совета ЕС, каждая страна самостоятельно принимает решения о правилах для въезда. И когда каждая из этих стран, Евросоюза и Италия в том числе, разрешат въезжать туристам из всех стран, сейчас сказать сложно. То есть, чтобы попасть в Италию в феврале 2022 года, нужно или быть в категории исключений, или ехать через другую страну, разрешенную так называемую, и провести в ней не менее 14 дней. Когда же Италия и вообще вся Европа снимут полностью ограничения на поездки между странами, пока непонятно. Однако в итальянских СМИ вчера вот распространялось заявление госсекретаря Силери о том, что чрезвычайное положение в Италии закончится 31 марта и продлять его не будут. Это то самое ЧП, которое ввели 30 января 2020 года в связи с короной. Как-то оно там длилось у нас до декабря 2020, потом его продляли и еще продляли, и еще продляли. Вот сейчас оно пока действует до 31 марта. И вот этот госсекретарь говорит, что его продлять не будут. Якобы это связано с тем, что на данный момент вакцинация от коронавируса идет очень быстрыми темпами, она охватила на данный момент большой процент населения всех возрастов. И если ЧП не продлят, то, друзья мои, с 1 апреля в Италии начнется новый этап, это очень хорошо забытая старая докоронавирусная жизнь. И это означает, что все ограничения на поездки должны быть сняты. В общем, вот так, друзья мои. Если не продлят чрезвычайное положение, то как бы есть шанс, что в апреле мы снова сможем свободно передвигаться между странами, приезжать сюда из Белоруссии, из России, без всяких там вот этих всех ограничений, просто брать визу и лететь. Но если его все равно продлят, то ситуация опять растягивается. В общем, непонятно. Поживем, увидим. Очень бы хотелось, чтобы с 1 апреля все действительно вернулось и стало как прежде. Без масок, без тестов, без QR-катов, без этой паники, без этой неразберихи. В общем, пока у нас только вот есть слова Силери о том, что ЧП не продлят. Каких-то документов подписанных ничего не опубликовано, этого неизвестно. Поэтому ждем, что будет в течение февраля, в течение марта, какие будут новые вводные данные. Но я очень надеюсь на эту дату. Я очень надеюсь, что в апреле все вернется на круги своя. Вот такое видео я хотела сделать про путешествия, про поездки в Европу и Италию. Что у нас тут меняется в феврале 2022 года. Как всегда, буду наблюдать за ситуацией. Как всегда, буду вас держать в курсе. И если будут какие-то хорошие новости, я обязательно сразу же буду вам об этом сообщать. Всех целую, обнимаю. Чудесного дня, хорошего настроения. Увидимся с вами в следующем видео. Чао-чао, всем пока-пока.